Житель большого города, чей быт разделен трудовыми буднями, ежедневными поездками на дальние расстояния, нередко задумывается о том, чтобы сменить шумный бег времени на размеренность деревенской жизни. И один из вопросов, который стоит перед человеком – в каком деле найти себя, как зарабатывать на дальнейшее существование. Ответ достаточно прост – можно попробовать себя в агроэкотуризме. Навыки умелого менеджера плюс удивительная природа творят настоящие чудеса. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма вправе осуществлять как сельскохозяйственные организации, так и физические лица. Физическое лицо вправе осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма, если соблюдаются следующие условия. Данное физическое лицо постоянно проживает в одноквартирном или блокированном жилом доме, в том числе в квартире в блокированном жилом доме, в сельской местности, в малых городских поселениях. Производит или перерабатывает сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предоставленных для строительства или обслуживания жилого дома, или ведет личное подсобное хозяйство на таких земельных участках. Имеет возможность для ознакомления агроэкотуристов с природными и архитектурными объектами, национальными культурными традициями в соответствующей местности. И в агроэкоусадьбе есть свободные комнаты для агроэкотуристов. Тем более для того, чтобы начать заниматься развитием агроэкотуризма, не нужны какие-то особые документы. В налоговый орган по месту жительства необходимо направить лишь письменные уведомления с указанием даты начала осуществления деятельности, а также уплатить сбор в размере двух базовых величин. Для оказания услуг в сфере агроэкотуризма необходимо уплатить сбор в размере двух базовых величин. В настоящее время размер базовой величины составляет 29 рублей. В дальнейшем такой сбор уплачивается до 28 декабря на каждый следующий год. Обращаю внимание, что плательщики, уплатившие до 28 декабря 2020 года сбор в размере одной базовой величины за полный 2021 год, обязаны доплатить сбор до двух базовых величин не позднее 31 марта 2021 года. Субъекты агроэкотуризма обязаны приобрести книгу учета проверок. Страницы в книге нужно пронумеровать, саму книгу прошнуровать и заверить своей подписью. Кроме того, субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 10 января представлять в налоговый орган по месту нахождения информацию о заключении или не заключении договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году по установленной форме. Кроме того, законодатель определил перечень услуг, которые могут быть оказаны гостю агроэкоусадьбы. Их список можно найти на официальном сайте Министерства по налогам и сборам. Для осуществления своей деятельности субъекты агроэкотуризма вправе привлекать физических лиц по трудовым или гражданско-правовым договорам. А чтобы прекратить деятельность субъекта агроэкотуризма, направляют местный исполком соответствующее письменное уведомление.